Евгений Бергер Князь Демидов Книга первая Глава первая В галактике существует около 400 миллиардов звезд, вокруг каждой из которых вращаются по нескольку планет. По подсчетам Сигмы, на каждой сотой планете присутствует жизнь, и это только в одной галактике. Интересно, сколько таких планет во Вселенной, а в мультивселенной? Раньше я часто слышал сказки об уникумах, которые реинкарнировались в новом мире с прежними воспоминаниями и начинали резко прогрессировать. Он в зале, но мне нужны места и ряд. Ждем информацию от разведки. Однако сказки очень быстро стали явью. Очень страшной явью. Мирт, времени в обрез. Где он? Шарата-Мартикай, или, как это принято называть на современном языке высших, протопсихическая аномалия, ППА. В некоторых источниках они упоминаются как прогрессоры, реинкарнеры или попаданцы. Опьяненные жаждой власти, такие уникумы могли с легкостью перенести в новый мир запретную технологию или способность по управлению местными видами энергии. Людишки обожали друг друга уничтожать, и чем извращеннее метод, тем для них веселее. Ждем. На данный момент потенциально опасные ППА являлись одной из главных проблем в мультивселенной. Именно поэтому несколько сотен тысяч лет назад Межгалактическим Сенатом был создан Бастион. Глобальная организация по борьбе с подобными проблемами. Ставлю 20 крон, что твой дружок обделается. «Босс!» Оперативники Бастиона действовали по всему открытому пространству мультивселенной, то и дело спасая целые планеты от жуткой гибели. Схема всегда одна и та же. Переродился, возомнил себя Богом, собрал мощное оружие или овладел уникальной способностью, начал захватывать территорию, чтобы сделать мир во всем мире, и все, приехали. Однако результат всегда один и тот же. Тотальная аннигиляция целого мира. Уж с чем, а с уничтожением друг друга, людишки справляются на отлично. Убивать друг друга у них в крови. «Повторяю вопрос. Найвер, какого рожна?» На данный момент оперативники делились на два основных корпуса – контролеры и стиратели. Первые занимались совсем запущенными ситуациями, когда необходимо работать с местным населением, внедряться в управляющую элиту и нанимать агентуру из жителей. А стиратели – по сути небольшие группы, которые устраняли проблему на начальном этапе. Высадились, удалили пятно и вернулись на базу. Минимум контактов с местными, минимум следов. Подстроили под несчастный случай или покушение, а затем быстро вернулись на базу. Свет в огромном концертном зале плавно потух. На сцену, широко улыбаясь, вышел конферансье. Зрители тут же разразились громкими аплодисментами. «Человек в третьем ряду, слева», – прошептал я, глядя в оптический прицел до потопной снайперской винтовки. «Место двадцать четыре. Мирт, у твоего дружка проблемы». «Найвер, что там у тебя?» – тихо спросила помощница. «Ты опаздываешь на одну целую и девять десятых секунд. В чем проблема?» Увы, никто не ответил. «А ты у нас толковый рекрутер», – вздохнул я, щелкнув предохранителем. «Найвер, ответь!» «Все, хватит этих детских игр. Он нас явно не слышит. Сходи и проверь, в чем дело», – холодно произнес я, продолжая наблюдать за головой молодого парня через оптику. «Уверена, что он вот-вот объявится». «Мирт, не испытывай мое терпение, поднялась и проверила», – приказал я. «Будет исполнено», – виновата ответила помощница и направилась вниз. «Понятное дело, что мы ликвидировали только потенциально опасные ППА. Благо, что их от общего числа попаданцев было всего 37%. Остальные 63%, как правило, либо не имели возможности, либо не имели амбиции. Хотя многие из них продвигали мирные идеи из старого мира и жили припеваючи. Иногда я им даже немного завидовал. Боковая дверь распахнулась, и в зал, слегка пригнувшись, забежало два человека. Они склонились над целью, и тот, спрятавшись за зрителями, начал отходить. «Златан всемогущий», – выругался я. «Мирт, где этот малолетний засранец? Я его сейчас лично в собственных испражнениях утоплю». «Простите, босс», – наконец-то в голове послышался мужской голос. «Я спалился». «Молодец», – вздохнул я, и, отложив финтовку, побежал в сторону лестницы. «Мирт, нанеси на рукоять отпечатки Стрельникова, да поживее». «Уже бегу». «Называется, хотел все сделать чисто и тихо. Но мирт заверила, что нам нужен разведчик из отряда принципов. Но я-то знал, что так будет. Практиканты редко все делали чисто. Их место в академии, а не в полях. Собственно, поэтому и ненавижу студентиков». Спустившись вниз, я увидел двух телохранителей нашей цели. Они тут же вытащили револьверы и попытались выстрелить. Но технологии этого мира слишком стары для меня. Активировав предвиденье, я быстро приблизился и выбил оружие из рук громилы, а затем оглушил ударом по шее. Так себе телохранители. Обычно их больше и вооружены куда сильнее. А моя нынешняя цель – граф Ликерман. Он родился в этом мире 19 лет назад. Вот он как раз и являлся той самой потенциально опасной протопсихической аномалией. И если сперва все шло хорошо, то пару лет назад граф начал развивать промышленность и буквально подбивать под себя экономику страны. Мир, в котором должен был процветать век пара, совершил довольно быстрый прыжок в эпоху электричества, а это серьезное нарушение естественного хода бытия, что строго пресекается бастионом. Тем временем Ликерман уперся в тупик. Попробовав выбить дверь своим худощавым тельцем, парень осознал, что все его попытки бежать тщетны, и вытащил два револьвера. Громкий набат симфонического оркестра заглушил выстрелы. И вновь пришлось задействовать предвиденье. Оно помогало без проблем уклоняться от пуль, энергетических пучков и даже направленной плазмы. Когда курки беспомощно защелкали, граф отбросил оружие и перешел в стадию торга. «Что вам нужно?» – пискнул он, с ужасом глядя на меня. «Деньги? У меня много денег. Забирайте все!» Он швырнул мне под ноги кошелек. «Всегда же можно договориться. Кто вас нанял? Стрельников? Вы от него, да? Я готов заплатить больше!» Трепаться с целью не в моих правилах. Все, что можно было сказать этим псевдовершителям мира, я уже давно сказал, больше неинтересно. Убийство должно было выглядеть, как типичное покушение. Враждующие группировки местных дворян довольно часто вырезали конкурентов. Но поскольку трюк с винтовкой не вышел, придется аккуратно придушить. Необходимо действовать очень осторожно. Визуально биокорпы стирателей мало чем отличались от людских тел. Однако у нас серьезное превосходство в плане физических данных. Можно было переборщить и оставить у местных правоохранителей ненужные вопросы. А чем меньше о нас знают люди, тем лучше. С технологиями аналогичная ситуация. Чтобы лишний раз не следить, группы стирателей были оснащены лишь скромными аптечками, комбинаторами перехода, открывавшими порталы на базу, и макнокерами, импульсными пистолетами, которые могли точным выстрелом остановить сердце любого позвоночного без проникновения в тело. Штука эффективная, но довольно громкая и яркая. Поэтому подобным мы пользовались только в исключительных случаях. Наконец-то граф прекратил дергаться и обмяк. Пульса нет. Система Сигма зафиксировала время смерти. Отбросив труп, я быстрым шагом направился к черному ходу. «Мирт, бери Найвера и живо на задний двор!» «Да, босс», — ответила помощница. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что хвоста нет, я быстро спустился в техническое помещение, а оттуда вышел на задний двор. «Пока никого нет, нужно срочно открывать портал и сваливать из этого мира. Еще и дождь начинается». Дверь со скрипом распахнулась, и на меня буквально вывалилась помощница с практикантом. «И где ты был?» — строго спросил я, схватив пацана за воротник, одновременно заряжая комбинатор. Однако практикант лишь молча скривил физиономию из его правого плеча тонкой струйкой сочилась кровь. «Красавчик!» — обреченно вздохнул я и брызнул на рану фактор сывороткой из баллончика, чтобы остановить кровотечение. Попал под пулю в эпохе, где до сих пор эксплуатируют паровой двигатель. «Удача! Твое второе имя!» Выстрелив из комбинатора перехода в зону грани, я открыл портал. Ярко-синяя энергетическая лужа брызнула на нас искрами и, стабилизировавшись, начала призывно пульсировать. «Живее!» — я закинул в портал помощницу с раненым практикантом, а затем шагнул сам. К этому ощущению нельзя было привыкнуть, как будто все твое тело на долю секунды скукоживают до нанометра, а затем со всей силы вмазывают о ледяную глыбу. Новичков часто тошнит. Впрочем, Найвер это отлично продемонстрировал прямо мне на ботинок. «Уберите это!» — холодно произнес я, когда мы уже переместились на базу и плавно спускались на принимающей платформе. «Ну как ты, малыш?» «Более-менее!» — пробормотал Найвер, продолжая стоять на четвереньках. «Но-но! Вставай! На тебя сотрудники смотрят! Не позорься!» — тихо произнес я и поднял пацана за здоровое плечо. «Ну, говорить можешь?» «Ага!» — выдохнул он. Тем временем дрон-уборщик уже почистил мой ботинок. «Идем на пару ласковых!» Я отвел Найвера в сторонку. «Ты понимаешь, что сейчас поставил под удар всю миссию?» «Я не хотел!» «Ты не хотел!» «Я не хотел!» «Никто не хотел!» «Однако ты чуть не упустил ППА и сам подставился под удар!» «Если бы у них была технология анализа крови, понимаешь, каким геморроем это все могло бы для нас обернуться?» «Да, босс, я прекрасно понимаю. Если понимаешь, то почему допустил?» «Задача разведчика — выяснить, как выглядит цель. В твоем случае — просто подтвердить. Это было очень простое задание. И вместо того, чтобы получить кайф от охоты, мне пришлось бегать за этим идиотом и в торопях придумывать новый план. А мне такое не нравится. Я снимаю с тебя все привилегии принципа, малыш. Экзамен по разведке будешь сдавать заново по всей строгости академии». «Да, босс. Для тебя опцион третьего порядка — Кхал Консо». «Понял вас. Опцион третьего порядка — Кхал Консо». Тут же отрапортовал он. «Свободен». Я отпустил пацана и хотел было идти дальше, как вдруг мне на глаза попалась Мирт. «О, а теперь спросим со старшего рекрутера. Дорогая, объясни мне, какого златана у нас в группе оказался этот неуч?» «Понимаете, трибун Санти поручился за него, — виновата ответила Мирт, накручивая на палец золотистую...